очень неожиданный попался материал натолкнул меня на выводы озвучу вот озвучу то что не надо озвучивать может наоборот надо озвучивать выскажу предположение что в прямом окружении нашего президента владимира владимировича путина находится агент внешней разведки предположительно британской с вероятностью больше 51 процента почему я пришел таким выводом владимир владимирович в ряде случаев делал вещи не соответствующие уровню его интеллекта вот и необычные вещи слова которые он говорил не соответствуют ну его реальному мыслительному статусу сейчас попробую объяснить это было касалось ответов владимира владимировича на вопросы по газовому потоку вот этому и взрывах на газопроводе и что говорил путин вот вы знаете допустим какого-то человека знаете как он выйдет на улицу какие поступки совершать какой рукой он дверь откроет и потом среди этого потока появляется вещь которая вот не свойственна его поведению в частности ярко выраженные акценты уверенность в одной точке зрения из разговора понятно что он эту точку зрения возможно получил из источников информации где от у главы государства в чем сводятся заключается источники информации это ну доклады спецслужб это материалы которые предоставляют ему администрация президента материала из общения с теми же самыми газовиками до с газпромом и определенный узкий круг и если вещи в которых путин всегда осторожен выражениях и он не показывает нам какого-то вот прям четкого вывода всегда остается какая-то дельта да окно возможности и здесь у него однозначно по вопросам на газа вот эти диверсии на газопроводах у него ориентация ориентация доверия к этим материалам которые дали американцы журналист да и уже такая сформированная точка зрения причем значительная вероятность того что эти материалы это в определенном смысле дезинформация это один из вариантов да более того эти материалы последовательность прохождения материалов были чуткие сведения о участие британцев на первичных этапах в этом проекте сейчас предполагается версия что это борьба с америкой на этом уровне и америка рассматривается как субъект в этом случае что вот это осознанное действие америки какие возможные варианты даже просто если не брать вероятности какие возможные варианты возможный вариант что это чисто решение байден байден сидел я придумал дай-ка мы взорвем газопроводы да он где-то там вот такое озвучил мог он такое решение принять сам вероятность какая больше принял решение сам или это решение ему рассказали о возможности такого решения и он такой ада наверно как-то на это среагировал это ситуация когда вы воюете с собаками но не отказываетесь воевать с человеком который на вас натравливает собак вы в таком сценарии обречены на проигрыш потому что ну вам собаку подкинуть новую там могут медведя место собаки подкинуть и вы будете состязаться с ними да и вы не никак не отвечаете субъекту который на вас натравливает по исторической перспективе просматривается влияние британии на все процессы развязывания войны третье мировое осуществляется именно британии то что сша это ну объект манипуляции в руках британии это очевидно уже широким группам населения это следует из вопроса из логики участия британии в конфликте вот самое на внешнеполитическом уровне и на непосредственном участии в регионе самый большой вклад в носят британцы и когда в рамках этой общей войны начатая британия вы перекладываете ответственность на другого субъекта на одну из собак британских и когда это делает президент россии да это в определенном в определенной мере может выражать не совсем адекватность взглядов это опасный момент когда главнокомандующий страны может от в чем-то ошибаться может ошибаться в оценке то что в оценке действительно могут может ошибаться я приводил пример опубликовал статью зачитаю шансы на евро войну увеличил генеральный штаб вооруженных сил рф это восемнадцатый год это до боевых действий и была не свойственная вещь когда через сми в ретаноиды переспросили владимира путина а правда ли что вы в россии прям все такие наивные что если мы по вам ударим через страны прокладки то вы ответите только по этим несчастным странам но в крайнем случае по сша и владимир путин ответил да мы ответим по точкам откуда будет исходить агрессия и сами организаторы войны могут вообще не беспокоиться спрашивали путина одновременно с ним спрашивали то же самое время заявил начальник генштаба валерий герасимов то же самое сказал герасимов то есть спросили путина спросили герасимова что будет если мы ударим по странным прокладкам вы ответите по прокладкам или по организаторам он сказал да дальше то же самое ответил сергей шойгу министр обороны получало что три должностных лица восемнадцатом году в декабре сказали что с ними можно так воевать они раскрыли свои позиции то есть это имен элемент такой непродуманности или наивности на высшем государственном уровне это вот очень опасный момент ну дальше я тут указал в этой статье что пока не будет объявлено на речи третьего эшелона цели включая всю членоту клуба организаторов войн их гнезда у них нет оснований как бы беспокоиться опять будет война в старом свете реальный организатор британский клуб любом случае останется в стороне и в фаворе да еще и заблаговременно под этот проект брыкситнул экономику это восемнадцатый год это вот события только начали развиваться да уже были эти вопросы ps2 британский контингент уже прибыл на украину это вот было начало восемнадцатом году уже британский контингент был в украине это была подготовка к войне и были вот такие оценки через какое-то время после выхода этой статьи официальная точка зрения россии переменилась наверно месяца два прошло появилось заявление что будут удары по центрам принятия решения то есть вот в восемнадцатом году был ответ тут конечно утрированно жертву статья написано был конкретный ответ что мы ударим прям по странам прокладки прокладкам а потом через какое-то время путин отыграл сказал что будут удары по центрам принятия решения дай бог мы это услышали тогда и как бы позиция поменялась сейчас тоже самое опять опасность опять определенная опасность в недооценке если я не ошибаюсь в недооценке ситуации еще один момент оставшийся незамеченным это например сейчас рассмотрели пример опроса высших чиновников да и был второй пример опроса непосредственно путина когда это позорный элемент нашей внешней политики это позорный элемент для администрации президента когда позволили путину много часов на пороге вот этих критических событий общаться с макроном что происходит когда вы много часов то что это было за общение с макроном когда начались вот эти действия первое что вверх голове это то что сейчас будут прощупывать путина на предмет его реакции как путин себя будет вести в отношении ядерного оружия в отношении ответа в отношении красных линий так называемых этих позорных красных линий и при одновременно с этим нам прибыл макрон и происходили долгие беседы в результате которых мох макрон задавал различные вопросы владимир владимирович на них отвечал это снижение порогов ответственности для соперника это вот допустим собрались с кем-то подраться присылаете психолога того к тому кого собрались победить психолог вот тебе куча вопросов пусть этот человек нам ответит как он будет себя вести будет ли он хвататься за топор вот ли он нам потом бегать ножиком с нами за нами будет ли он так делать или не так потому что неизвестность это то что больше вызывает страх вы боитесь всегда неизвестного когда вам известны подробно реакции млекопитающего на раздражитель вы перестаете это млекопитающее бояться вы знаете что он действует так в этой ситуации в так то вы можете принять такие-то меры такие то он не выйдет за эти рамки и они грамотно сделали они получили полностью срез путина отсканировали все его реакции на раздражитель это недоработка однозначно администрации президента дальше было получено обещание путина то что он не ударит непосредственно по зеленскому то есть ряд позиций где внешняя разведка внешняя служба интеллектуально обыгрывают они добиваются результата шаг за шагом ну которые хотели а то что путин действуют несвойственным образом это настолько вот ярко вот как кто-то делает допустим приходите на фабрику которая делает рояле да и кто-то вот делал белые клавиши черные потом раз желтую клавишу вставил да и понимаете что она не должна быть здесь желтая клавиша и синяя не должна быть что что-то произошло и и вот с путиным это вот такая же яркая позиция что когда видно что он ведет себя неестественным образом большой привет федеральной службе в окружении есть человека вероятность больше пятидесяти одного я бы сказал в окне от пятидесяти одного до восьмидесяти пяти процентов окружении прямом окружении путина присутствует человек который формирует его мнение по ряду вопросов если это уже уровень опасности если это допустим со стороны нефтянки идет это одна опасность если это идет со стороны аппарата президента и люди формируют ему повестку да то это британский агент в аппарате президента путин получил выборку информации так как с которым должен ознакомиться что произошло в стране да это информация ему однозначно указывает на то что это сделал тот то субъект что это основной шаг американцев до не британцев американцев то есть введение заблуждение должностного лица это очень опасный момент когда его ввели заблуждение как вы не ведете мужик едет в автобусе в поселке в таком деревянском мало домов смотрит мужик с цветами ну куда в понедельник можно с цветами ехать у нас бабта тут нет всего три штуки нормальных светка зинка это марка светка в командировке в москве зинка больница лежит остается тамарка он едет тамарки так у тамарки 3 хакеля я мишка и какой-то моряк жора мишка на работе это наверно жура подходит и говорит здравствуй жура то такой то кто откуда меня знаешь я горит тебя вычислил вот примерно вот такая вот ситуация и к этому еще наглядно насколько это опасно вообще насколько это опасно когда ты предсказуем и когда твои реакции все на поверхности да кто-то их может просчитывать у нас очень яркий федор емельяненко боец был фундаментально непобедимым и однажды произошло две вещи в один короткий срок федор выступил с уроком перед сербскими бойцами молодыми и сделал такой комментарий озвучил потому что его там сравнили чуть ли не с богом и после этого начались у федора неудачи проигрыша когда федор озвучил этот комментарий вообще это слом слом психики это об этом вообще нельзя не думать не говорить это выход за рамки одна позиция это вот этот комментарий который вообще просто мост не должен об этом думать да вторая позиция это когда он сербским бойцам рассказал чем он занимается во время боя как он себя ведет какие действия если нападение отсюда я веду себя так то есть удар такой я веду себя так он все подробно рассказал он полностью раскрыл инструкцию по пользованию собой то есть он дал как ключи от квартиры он раскрылся это привело в дальнейшем тому что он стал читаем что он перестал быть непредсказуем для некоторых что вот так вот прочитали уже был готовый план что делать как с ним бороться и вот когда макрон много часов сканировал путина беседовал с путиным да почему-то заказу понятно почему он как раз была та же ситуация с путиным очень вредоносная ситуация иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения если услов нет значения значит утрачено всякая возможность рассуждать друг с другом а в действительности и самим собой ибо невозможно ничего мыслить если не мыслит что-нибудь одно это первый закон в логике но 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 дуракам закон не писан если писан то не читал если читал то не понят если понят то не так сосредотачивайтесь подписывайтесь на наш канал разносите нашу информацию по интернету с вами был Виктор Катючек телеканал научный трибунал субтитры сделал DimaTorzok подписывайтесь на наш канал